Видите, как Юми очень быстро пытается ее съесть? И точно так же вот она ее и заглотила. Она не стала откусывать куски. Вот, вот, вот сейчас вот она продолжает ее заглатывать. А так как она очень... Ой, нет, Юми, стой! Юми! Юми! Хай! Ты на канале Magic Family. Меня зовут Аня и со мной мои собачки. А еще у меня тут очень много других питомцев. И сегодня, ребята, я расскажу вам просто очень жуткую историю, от которой я сильно перепугалась. Она произошла вчера с моим щеночком Юми. Так что жмите красную кнопочку, подписаться внизу. Не забывайте жать колокольчик. И давайте начинать! Как вы помните, я кормлю своих собак натуралкой, а не сухим кормом. Это куриная шея. И многие еще спорят по поводу пользы субпродуктов для собак, но большинство специалистов считают, что ими можно кормить своих животных и даже нужно. Только если у вашего песика нет аллергии на курицу, потому что она часто встречается у собак. Вот, например, у Эйвона есть аллергия на курицу, а у всех остальных моих собачек ее нет. Давайте прочитаем, ребята, что пишут об этом в интернете ветеринары. Щенкам с двухмечного возраста можно давать шеи как целиком, так и в виде фарша. Желательно сырые шейки ошпаривать кипятком, но не стоит кормить ими чаще трех раз в неделю. Если в тех же крыльях есть опасность мелких косточек, то в шеях они отсутствуют. Поэтому можно смело кормить ими даже мелких собачек, как у меня. Они с удовольствием их грызут, и шеи можно давать для чистки зубов и массажа десен. Взрослых животных также можно кормить куриными шеями один-два раза в неделю. В шейках есть белки, жиры, витамины и минеральные вещества, полезные для собачек. И я полностью с этим согласна. Но что же вчера произошло с моим щеночком Юми? И вот она, ребята, наша вчерашняя жуткая история. Вчера я, как обычно, ошпарила шейки и раздала своим собачкам по одной. Юми обычно очень долго возится с этим кусочком и отгрызает от него маленькие частички. Я, как ни в чем не бывало, пошла смотреть кино, легла на диван с компьютером и буквально через минут пять, наверное, Юми прибежала просто ко мне, запрыгнула на диван, запрыгнула мне вот сюда вот на грудь и стала визжать, кричать, издавать какие-то странные звуки, как-то странно очень дышать. И я вообще прям перепугалась, я не поняла, что происходит. Живот у нее прям ходил ходуном вот так. Я вообще просто не понимала, что делать, и первая моя мысль была, это то, что она, скорее всего, подавилась кусочком вот этой вот шеи, и он у нее где-нибудь застрял в горле, и теперь она может задохнуться. Вот я, и у меня на руках лежит щенок, который практически умирает на моих глазах. Это было так страшно, у меня буквально останавливало сердце. И первая моя мысль, просто в эту секунду, которая мне пришла, что если у нее там какой-то кусок в горле, то нужно попробовать его как-то вытащить, и надо засунуть ей пальцы в рот. Да, это не очень приятно звучит, но я так и сделала. И в это время Юми вела себя так для меня страшно, она пищала, кричала, задыхалась, и тоже была в какой-то панике. Я засунула ей руки внутрь в горло, и когда я это сделала, я увидела, что вот здесь у нее, прямо на горле, выступил какой-то огромный комок. И я поняла, что если это маленький кусочек, который попал ей в горло, то он не может вот так вот вылезти, как будто кость вот здесь вот у нее вылезла, и кожа вот так вот оттянулась. И в этот момент я решила, что я должна собрать в себе все силы в кулак, не истерить, не плакать, не нервничать, и засунуть пальцы еще глубже, ей в глотку, туда внутрь. И тут я поняла, что мои пальцы, два пальца вот эти вот только на правой руке чувствуют, что у нее в горле что-то там есть. Я это что-то подцепила, как будто бы за кусочек или как-то так, но это происходило просто в каком-то шоке, и стала тянуть. И вы не представляете, я вытянула всю эту куриную шею целиком. Если бы, ребята, вы просто видели, как она себя вела, меня это так напугало. Вот этот вот маленький щеночек, чью шейку я могу обхватить двумя пальцами, проглотил целую вот эту вот огромную куриную шею. И настолько она была в этот момент беззащитная, и так кричала, дышала, что я реально не знала больше, что предпринять. И когда я это вытащила, я, конечно же, была просто в шоке, ребята. Я шок сделала? Да, Юми. Ну простите. Ты просто дурашка ты, Юми, ну. Если бы я не была рядом, если бы я ее не спасла, и она ко мне не прибежала, то она бы просто умерла, и это ужасно. А на канале Мамы смешная мистика, ребята, призваки-неудачники, у которых что-то пошло не так, я уже смотрела. Да, обязательно посмотрите, ссылочка внизу. Видите, как Юми очень быстро пытается ее съесть, и точно так же вот она ее и заглотила. Она не стала откусывать куски, вот, вот, вот сейчас вот она продолжает ее заглатывать. А так как она очень... Ой, нет, Юми, стой, Юми, Юми. Ребят, я убрала нафиг этот опасный для моего маленького щеночка продукт. Так что с сегодняшнего дня я буду резать их на маленькие кусочки. Пожалуйста, будьте аккуратнее и следите за своими питомцами. И скоро увидимся. Пока! Все сказки «Тайная жизнь» будут теперь со значком «Петстори», так что подписывайся и не пропускай ролики. А если, как я, хочешь, чтобы в конец видео снова вернулась песня, то же ставь лайк.